Друзья, как всегда, в доле мы рассказываем вам по вторникам об удивительных историях молодых бизнесменов, которые не побоялись делать в своей жизни когда-то какой-то серьезный шаг и вот сейчас поднимают свой стартап уже, в общем, на уровень какого-то достаточно приличного и доходного дела. Действительно, сегодня у нас в гостях именно такой человек, чье дело может считаться доходным, несмотря на то, что официально бренду чуть больше трех лет, но, тем не менее, ежемесячный оборот и количество клиентов впечатляет. У нас в гостях идейный вдохновитель и главный дизайнер компании «Антыковыч», который создает эксклюзивные сумки Анны Серегиной. Привет, Аня. Здравствуйте, Туда. Давайте расскажем поподробнее нашим слушателям о вашей компании. Правда, что у вас средний месячный оборот 2 миллиона рублей? Откуда такая информация? Информация из сети почерпнута. Я надеюсь, что она ложная и что эта сумма уже гораздо выше. По-разному бывает. Тенденция идет на увеличение, да. То есть, хорошо, тогда не будем про деньги, а про клиентов. Сколько человек в месяц обращается за вашими уникальными изделиями? Мы делаем около от 150 до 200 заказов. В месяц? В месяц. То есть это получается где-то 5 сумок в день? Именно так. Без выходных. Но, включая оптовые заказы, мы работаем не только под частных клиентов. У нас много оптовых покупателей по регионам. А что делает Анты Ковач, собственно? Что это за такие эксклюзивные сумки? Анты Ковач чует произведение искусства сумки, которые носят статус неких предметов искусства, которые, скажем так, имеют утилитарное значение. То есть это такая сумка, как объект? Арт-объект, да. Арт-объект. Ее можно пользоваться? Она функциональна? Ну, конечно же. На это основной тоже акцент делается. А в чем арт-сторона предмета? В том, что все наши изделия расписываются вручную художниками. Разработка коллекции ведется также, как сказать... То есть рисунок наносится вручную. Оформление, ручная работа полностью. И фурнитура вручную, все... Мы к этому идем. Следующие коллекции будут обязательно с фурнитурой ручной работы. А сумки тоже вручную шьются? Конечно же. То есть правильно ли я понимаю, что у вас есть такой совсем VIP-сегмент, где человек может заказать себе все, что угодно, любой формы, любой конструкции цвета и расписанные вручную уникальные объекты? А есть еще коллекции, которые вы придумываете для такого более, как сказать, ну, более экономического, экономного сегмента, что ли, бюджетный? Ну, не совсем так. Скажем так, выходит плановая коллекция, вот, их нельзя назвать экономным сегментом. Средний чек по изделиям около 15-18 тысяч рублей. И также, конечно, эксклюзивные изделия, которые мы делаем исключительно под заказчика, вот, то есть с учетом его индивидуальных особенностей. Но это не касается, как правило, не касается формы изделия. Форма изделия всегда остается, скажем так, абсолютно нашей разработкой. Это если мы говорим о коллекциях, но вы же делаете какие-то эксклюзивные вещи. Я читала, что вы не так давно сделали сумку в форме флакона для духов, да? То есть если человек хочет совсем какого-то безумия, он может это себе с вами позволить? В принципе, может, да. Но это, скажем так, сейчас уже... За очень дополнительные деньги. Ну, это, конечно, но сейчас уже это, скажем так, очень эксклюзивная услуга. То есть вы не морочитесь, в общем, с такими сложными... Почему? Морочимся, но мы себя проявляем, весь свой творческий потенциал проявляем в основном на рисунках, на художественном оформлении. А чем вы расписываете кожу? Насколько это... Ну, не знаю, я человек не очень искушенный в таких вопросах. Я вообще, наверное, никогда и не видела сумку, вот, расписанную вручную. И я не очень представляю себе, как это живет, насколько это вообще долгос... Ну, качественная история, насколько она там нехрупкая. С этой сумкой вообще можно ходить в люди и носить ее каждый день с собой? Или это так, только вот на какой-то особый случай? Нет, конечно, можно. Более того, над этой технологией я работала многие годы. Совсем, скажем так, тонкости ее технически я раскрывать не буду. Но это устойчивая к влаге, к истиранию краски. Наносятся они вручную кисточками, художниками. То есть в мастерской художники расписывают изделия. Ну и также техника выжигания по коже. Это тоже ручная работа абсолютно. Хочу напомнить наши координаты. 65, 10, 99, 6. Московский телефон. Есть сайт Финам.фм. Заходите на страничку программы вдоль. И наверняка у вас появятся вопросы к Анне. У меня вопрос как просто вот, ну, женщины, которые очень любят сумки. У меня действительно их огромная коллекция. И, конечно, иногда просаживаешь на них кучу денег. Хотя можно было бы потратить их на какие-то более благие дела. Но это действительно, это фетиш. Обувь и сумки для женщины это всегда то, чего не бывает чересчур. И то, к чему мы относимся с какой-то особой, наверное, капризностью, что ли. Мы очень в этом разборчиваем. У нас очень много запросов и претензий. Как вам удается конкурировать вашим изделием с огромным количеством дизайнерских продуктов, которыми используется искушенная публика, да? То есть у нас же там женщины, что, что, как сказала однажды моя коллега Маргарита Михайловна Митрофанова в шутку. Должны же быть, о своей дочери, должны же быть у девочки какие-то базовые ценности. Ну, сумка Шанель, например, да? Как конкурировать с Шанель? Ну, тут, наверное, уникальность дает нам преимущество некое. Во-первых, конечно же, индивидуальный подход. Во-вторых, конечно же, что мы, вопреки общей мировой тенденции к некой экономии, скажем так, средств, материалов, ресурсов, трудовых в том числе, и уже больше почивания на лаврах своего успеха бренда, в отличие от этих компаний, мы стараемся. Мы по-настоящему стараемся для клиента. Мы не экономим на материалах, мы не экономим на идеях, мы не экономим на, скажем так, труде. Да, то есть, ну, понятно, что ваши сумки не шьются в Китае, пусть даже на сертифицированных линиях. Каждое изделие номерное, всё производится здесь, в Москве, в производственном помещении. Цена для этого предназначена. И, насколько я знаю, ещё и когда сумки расписаны вручную, там обязательно стоит автограф художника. Номер стоит. Номер, и этот номер занесён в сертификат, специальный, который выдаётся к каждому изделию, где перечислен весь список мастеров, которые работали над вашим изделием. То есть вы, если хотите, к примеру, дозаказать что-то, поскольку это ручная работа, и рука каждого художника индивидуальна, вы, зная, какой художник для вас рисовал, поскольку их в компании много, обращаетесь именно к своему мастеру, зная, кто для вас рисовал, и у вас уже следующее изделие от него же, скажем так. Насколько я понимаю, это не только сумки, вы делаете ещё другие аксессуары, портмоне, ремони, кошельки. Да, и верхнюю одежду кожаную. Даже верхнюю одежду. И тоже она расписана вручную. Одежду не расписываем пока что, но в этом нет никакой сложности для нас. Ещё я знаю, что помимо того, что вы используете уникальные материалы и фурнитуру, и расписываете вручную свои сумки, у вас ещё и дизайн сумок какой-то особенный. Это сумки-трансформеры, которые разделяются на разные запчасти, и можно носить, то есть большая сумка превращается в клатч, или как это? Ну, есть такая находка, скажем так, в дизайне наших стандартных коллекций. Компания производит около 40 моделей стандартных. Есть, конечно, эксклюзивные, которые появляются в производстве, снимаются, но по форме это около 40 моделей сумок. Ну, плюс 3-4 модели портмоне и так далее, мелкие аксессуары. Да, есть у нас сумки-трансформеры. Это, скажем так, некая композиция из фрагментов, которые могут выступать как самостоятельные сегменты, носиться по отдельности, и в совокупности образуют большую сумку, многофункциональную, также она может трансформироваться в рюкзак, ну и так далее, посредством перестёгивания, манипуляции с её деталями. А это можно в произвольном порядке собирать, или всё-таки там есть определённый набор? Есть инструкция. Аня пришла со своей тоже сумкой. Если вы нас видите в интернете, то вы можете видеть. Хотя Аня так посетовала, говорит, надо было взять что-то более яркое, если бы я знала, что придётся это демонстрировать. Вы сами носите свои сумки, и у вас, наверное, большая коллекция. А можете ли вы себе позволить сумку от другого дизайнера? Я знала, что вы спросите. У меня, к сожалению, небольшая коллекция, у меня всего три своих сумки. Наверное, мотивировано это тем, что я себя осознательно ограничиваю, потому что в противном случае я бы носила все, конечно. Потому что для клиентов мы стараемся как для себя. И каждое, скажем так, изделие, выходящее из-под пера автора, оно прекрасно. Уникально, да. И хочется обладать. Как, наверное, жалко это отдавать в другие руки. Поэтому я себя ограничиваю и пользуюсь двумя сумками. Мне достаточно. У нас сегодня в гостях идейный вдохновитель и главный дизайнер компании «Антыковач», которая создаёт эксклюзивные изделия из кожи, в основном, главным образом сумки. Анна Серёгина. 65 10 99 6, московский телефон. Заглядывайте на сайт «Финам.ФМ» на страничку программы «Вдоле». Так вот, есть ли у вас сумки других дизайнеров? Или это моветон носить чужое? Я бы не сказала, что это моветон. Я не принадлежу к числу людей, которые болезненно относятся к чужому творчеству, и, скажем так, не находят в себе сил признать чужой талант. Я его вполне признаю и даже интересуюсь, что творят другие. Но для меня это своего рода верность, конечно, своему делу, верность тому, скажем так. Ну, просто я стремлюсь достичь лучшего в своём деле, поскольку себя позиционирую таким образом, как человек, достигающий лучшего. Конечно же, я это лучшее ношу сама. Слушайте, ну, а вам приходить... Я не знаю, ну, для того, чтобы познать вообще, как всё это делается. Ведь Москва не сразу застроилась, и, наверное, Антекович тоже начинала с малого. Может быть, вы там расчленяли сумки от других дизайнеров и смотрели, какая у них строчка, как вшиваются ручки там, ну, не знаю, какой подкладкой они пользуются. Вот интересный вопрос. Никогда этого не делала, более того, никогда не работала в другой компании. Не по чьим-то лекалам, а вообще не набиралась опыта в другой компании. Никогда. Я всё делала, всё основывала с нуля, всё основывала на своём опыте. А тогда откуда это вообще страсть к изготовлению сумок? Насколько я понимаю, сначала это было хобби. Ну, хобби было, в принципе, любое созидательный процесс, любое рукоделие и творчество. Я заменималась и живописью, и какими-то прикладными искусствами. Но с самого детства шила себе одежду. Впоследствии захотелось. Почему сумки? Потому что для меня это предмет самый, скажем так, целостный, завершённый и какой-то несущий в себе смысл. Скажем так, особый смысл. И долгоиграющий. Предмет, который может выразить что-то, выразить характер, выразить настроение. Яркий и законченный в своём образе. Поэтому сумки. Мне нравится заниматься чем-то, скажем так, понятным. Но вы не учились ни в текстильном, ни на Косыгина, ни в каких-то мастерских, ни в каких-то крафтовых предприятиях. А как тогда? Откуда это? Откуда это умение? Да. Всё с нуля. Я всё, скажем так, шла, развивалась своим путём, своими какими-то знаниями. Ну, я их набирала. То есть я не училась, ну, я читала, разумеется, литературу. Я ходила по выставкам. Нет, я не распарывала чужие лекалы, чтобы взять, скажем так, копию с этого. Но у меня развито пространственное мышление. И я конструированием всегда занимался, по сей день я занимаюсь сама. Потому что недостаточно просто, как модельер, нарисовать форму. Ещё её нужно уметь представить, скажем так, на плоскости. И это важно. От лекала и от конструирования зависит половина успеха, зависит пропорция. Да, но ведь существует ещё и какой-то сопромат и свойства материала, из которого ты это делаешь. Как вот так сделать, чтобы она хорошо носилась, держала форму, не растягивалась, чтобы там у неё не обтрёпывались швы. Да, вот все вот эти вот нюансы. Этому люди учатся десятилетиями. Сначала в колледжах, потом на предприятиях. А вы как это всё познавали? Я читала литературу, и мне посчастливилось познакомиться с преподавателем университета, технологического университета, который увидел меня на выставке однажды. Это была моя первая выставка. Я ещё тогда шила сумки сама дома и делала их из футбольных мячей, расписывая краской. Ничего себе. Да, вот такой у меня был хендмейт. Очень мне моё творчество нравилось. Я с ним решила поделиться, скажем так, с людьми. Своей радостью пошла на выставку, и там меня встретила вот эта вот преподаватель замечательная. Как-то ей понравилась, наверное, непосредственность моих идей, какой-то энтузиазм. Дерзость. Блеск в глазах, да, она его тогда увидела. И она взялась меня учить технологии. Это была такая история, да. От неё я многому почерпнула. Ну, в принципе, это не та неподвластная наука, которая, скажем так, ну, как, например, бухгалтерия или испруденция требует постоянного расширения знаний. Да, конечно, выходят новые технологии, но на уровне производства ручной работы, в общем-то, их можно освоить и только совершенствовать. Но всё равно, как я понимаю, всё пришлось проходить в буквальном смысле своими руками, да? Да. Сама придумывала, сама краила, сама шила, сама носила. Все роли в сказке исполняла сама, да. А кто такой Антыковыч? О, это знакомство с Антыковычем, это было первой чистой и настоящей удачей в моей жизни. Но это случилось уже после того, как вы решили, что производство сумок — это ваше дело жизни или нет? Это случилось ещё на том этапе, когда я делала сумки из мечей, всё ещё. Ну, это был этап не длительный, но в очень яркий в творческом плане. Я познакомилась с хорватом, русскоязычным хорватом, который... В Москве? Да, в Москве. Он тоже занимался дизайном и очень сильно меня вдохновил. Вот это был как раз один из тех людей, при встрече с которыми как-то вот заряжаешься их энергией. Понимаете, вот есть такие люди, которые своим делом горят. Вот он был такой. И вы решили создать совместное дело? У него были идеи, у меня были идеи, были какие-то совместные ресурсы, да. И это началось с каких-то эскизов, каких-то там идей, идей просто озвученных в воздух. Но, скажем так, к реализации этих непосредственных идей я уже приступала, конечно, сама. Потому что моя неистребимая тяга к реализации задуманного, скажем так, не позволяла мне тормозить ни минуты. А почему он отвалился? Неужели он не увидел, насколько это может быть перспективным делом? Нет, просто для него это всегда было хобби, а для меня это была профессия. Почему вы оставили название тогда прежнее? Ну, всё-таки... Наверное... Почему не Анна Серёгина? Я не, скажем так, не культивирую своё тщеславие такими инструментами, как именовать своё имя на каждом изделии. Я просто... Мне достаточно того, что, глядя на них, и так понятно, что это всё от меня, это всё моё. Не возражал, что как-то он из бизнеса ушёл, а имя осталось? Тогда это не было бизнесом, тогда это было просто на уровне идеи и задумки. А имя красивое, оно хорошо запоминается, а потом я, наверное, стесняюсь называться своим именем. Тогда как-то мне это было очень... Для меня это было уязвимо. Ну да, как я тоже. Это не Романенко или тут и Ларсон. Ну да. Да, в профессии хорошо иметь некую... Альтер-эго. Да, да, ширму. Но вы всё-таки образование получили в РГГУ управленческое, да? То есть у вас там была какая-то часть юридического, потом вы перескочили на управление государством, да? И в итоге всё равно оказались в какой-то творческой среде. А те навыки, которые вы получили в ВУЗе, они вообще пригождаются в жизни? К моему большому сожалению сейчас я тогда не отдавала себе отчёт в значимости тех знаний, которые, скажем так, нам предлагались в университете. Я уже тогда работала. Не знаю, к сожалению или нет, может быть, если бы я больше училась, то я бы не построила карьеру сейчас. Но я работала уже тогда. Я работала с первого курса. С 18 лет я занималась дизайном, я шила изделия сама. И учёбе я уделяла время, но только интересным мне предметам. То есть учёба была скорее, чтобы родители были спокойны, да? Дело уже и так шло. Нет, я училась для себя, не для родителей всегда. Ну, начнем с того, что у меня есть художественное образование. Я просто его оставила незаконченным, потому как, скажем так, художником я себя не видела. Я понимала, что этой профессии на самом деле нужно жить. Ну, собственно, я всегда стремилась к тому, чтобы любимым делом жить, а не просто, скажем так, тянуть его. Ну, а то, чем вы сейчас занимаетесь, разве это не работа художника? Не совсем. Я выполняю более расширенные функции, можно так сказать. Ну, как, вы нельзя сказать, что это в полной мере дизайнер, да? Потому что вы создаёте, всё-таки вы сами говорите, произведения искусства, а не просто какие-то функциональные предметы, с одной стороны. С другой стороны, вы бизнес-леди. И вы создаёте предметы, которые неплохо продаются, и в больших количествах. То есть 150 сумок в месяц, это, в общем, для частной мастерской, да, это, ну, мне кажется, огромное число вообще. Как это всё тогда в вас совмещается? Где вы научились быть бизнес-леди? И как? Ну, вот всегда хотелось, чтобы кто-то научил, вы знаете, тут, а хоть чему-то. Но так в жизни складывалось, что в самые нужные моменты никто за спиной не вставал и не подсказывал через плечо, что нужно делать. Поэтому, конечно, своим путём я много читаю, я общаюсь, скажем так, с интересными людьми, это мне помогает. Мне никогда не давали назидательных советов, что нужно сделать так, а не иначе. Нужно вложить деньги туда, а не туда. Нужно уволить того, а взять этого. Никто никогда это не посоветует, пока это не прочувствуешь и не проживёшь так, как, скажем так, по своим осознаниям. Но я так понимаю, что вы сейчас и дизайнер, и управленец в одном лице. Что вам больше нравится делать и как вы это совмещаете? Не выделяю что-то конкретное из этого. Да, конечно, творческая составляющая — это, наверное, одно из тех приятных частей, особенно приятных элементов работы. Но, скажем так, я чувствую пока таким образом эту компанию, что моё участие на нынешнем этапе нужно везде. Вот, я как, скажем так, моё видение, моё видение и управления, и дизайна, и маркетинга. Я пока применяю себя везде. Далее, конечно, это будет делегировано. А откуда все эти знания? Как вам это удаётся? Ведь это же каждое из этих направлений, там, сейлз, маркетинг, да, там, даже бухгалтерия, HR. Это, опять же, достаточно серьёзные профессии, которым люди там учатся много лет. Как вам это всё удаётся в себе совмещать, и откуда вы всё это знаете? Ну, разложим вопрос тогда по каким-то более упрощённым составляющим. HR, как я набираю сотрудников? Конечно, мне помогает моя, во-первых, вырождённая интуиция и некая способность разбираться в людях изначально. В принципе, ну, это большей частью помогает. Потом я набираю сотрудников, ну, что касается художественного плана, мне, конечно, помогает мой художественный вкус, образование там и так далее. То есть тут чистая технология. Ну, я понимаю, что просто быть хорошим художником недостаточно для того, чтобы работать в «Антыковыч». Недостаточно. Нужно ещё и осознавать, для чего ты работаешь в компании «Антыковыч». Любить эту компанию, любить то, что делает эта компания. Потому что в противном случае художники, скажем так, как и все творческие люди, не будут отдавать свой талант в той степени, в которой требуется для развития компании. То есть вы лично собеседуете художников, да? Лично собеседую всех. И, ну, наблюдаете за ними, там, наверное, на воспитательном сроке? Не совсем так. Испытательный срок для хорошего художника — это одна работа. Ну, и, соответственно, один диалог со мной — этого достаточно. Я ищу всех сама, потому как, опираясь на свои убеждения, я имею чёткое представление о том, какой должен быть этот человек, с которым мне будет комфортно работать, что он должен делать, и как он должен относиться к компании. Наверное, всё строится от того, что у компании есть свой дух, свои ценности, своя миссия. Она не расплывчатая и невнятная, она сформулированная и понятная. А вот о миссии и ценностях компании «Антыковыч» мы вам расскажем после новостей. Оставайтесь с нами вдоль. У нас в гостях Анна Серёгина, дизайнер компании. Сегодня с нами вдоль компания «Антыковыч», которая создаёт эксклюзивные сумки. Её главный дизайнер, «День вдохновителей» и создатель Анна Серёгина. 65 10 96 наш московский телефон. Заглядывайте на сайт финам.фм в программу «В доле». Вы говорите о том, что на работу вы нанимаете людей, которые разделяют с вами ваши убеждения и ценности. Какие ценности исповедует «Антыковыч»? «Антыковыч» стремится достичь наилучшего результата в своей деятельности, минимизируя затраты производственные, стремясь к постоянному совершенству и к максимизации прибыли для компании. Но это, скажем так, бизнес ценности. А у вас есть какой-то, как я поняла, ещё и такой идеологический концепт. Да, конечно. Вы, как я поняла, воспеваете мастерство. Мастерство, ну как, ручную работу, индивидуальный подход в пику, опять же, глобализации и тому, что всё стремится к упрощению и удешевлению. Вы пытаетесь, наоборот, удержаться в рамках такого вот уникального, эксклюзивного и такого вот крафта именно дела, ручной работы. Да, конечно. Но уникальность и индивидуальный подход являются одной из ключевых ценностей, разумеется, как внутри компании, так и нацеленной на вне компании. Уникальный и индивидуальный подход и к сотрудникам, и к клиентам, и к поставщикам и так далее. То есть мы стремимся выстроить долгосрочные отношения и внутри компании, и за её пределами. Мне вот очень интересно, почему вы выбрали всё-таки такой сложный вид бизнеса, опять же, в отличие от всего мира, который стремится вложить поменьше и заработать побольше. Вы выбрали ту нишу, в которой нужно очень много вложить средств для того, чтобы вообще это дело делать. У вас дорогие комплектующие, дорогая кожа, дорогая фурнитура, ручная работа, ручная роспись. Всё это существенно усложняет вашу жизнь, наверное, как бизнес компании, как бизнес-единицы. Но, наверное, как человека творческого всё это должно очень сильно греть. Расскажите, где вы находите вообще вот все эти материалы, как вы находите своих поставщиков, каким образом вы вообще всё это закупаете. И, наверное, же вообще для того, чтобы компанию открыть, вам пришлось тогда в неё вбухать какие-то немаленькие деньги, чтобы начать вообще всё это производство. К сожалению, вбухало, если бы они были на тот момент, конечно же, с удовольствием. Но когда я закончила институт, моих накоплений было достаточно только на то, чтобы открыть маленькую мастерскую. Это был подвал жилого дома 50 метрами размером, вот 60 метров у нас было квадратных. Вот два раскроенных стола, две швейных машинки и три человека в компании. Один художник, швея и раскрощик. Ну и я четвёртый человек. А вы помните первую сумку, которую вы продали, вот уже так, ну как бизнес-человек, как компания? Да, да. Первую сумку... Задорого. Задорого. Ну я сразу начала задорого продавать. Надо признаться, цены не изменились радикально с того момента, как открылась мастерская первая. То есть я никогда свою работу не обесценивала. И вообще полагаю, что для, скажем так, такого вида бизнеса это путь тупиковый и не обеспечивающий никакого выживания. Демпинговать цены и стремиться сделать это низко. Потому что никогда в этой борьбе не удастся одержать верх, в борьбе, скажем так, с крупными производителями не удастся одержать верх, ориентируясь на, скажем так, низкие цены. И я всегда оценивала свои изделия примерно выше, скажем так, процентов на 30-40 хендмейкеров, которые на тот момент стартовали вместе со мной. А что вам позволяло так дерзко определять ценовую политику? Изначально у вас уже были какие-то эксклюзивные материалы, там какая-то фурнитура дорогая. Потому что хендмейкеры действительно зачастую делают очень милые вещи, но когда ты берешь это в руки, ты видишь и огрехи технологические, видишь, что фурнитура так себе, и молния заедает, и прочее, прочее. Ну и как бы ты понимаешь, что да, конечно, это очень далеко от эксклюзива. Ну да, ну вот поэтому ценообразование было подкреплено не только лишь моими амбициями, но и, конечно, качественными материалами изначально. Просто за то, что я делаю, мне хочется всегда с гордостью смотреть людям в глаза, а не как-то застенчиво опускать их. Ну давайте вернемся, да, в этот подвальчик, где вы начали делать свои сумки. И вот в какой момент все-таки это стало похожим быть на бизнес, именно на предприятие, у которого есть будущее, есть бизнес-план, есть маркетинговая стратегия? Ну я точно скажу, этот момент настал, когда я научилась некой системе управления и сформировалась команда, которая осталась и удержалась в течение хотя бы полугода. Я поняла тогда, что можно двигаться дальше, что есть люди, на которых можно опереться. До этого, поскольку я все изучала на собственном опыте, собственными ошибками, там, каким-то своим путем, уходили, не оставались, скажем так, сотрудники, потому как сложно было распределить, опять же, вот эти ресурсы, которых было очень ограниченное количество. Ну, в общем, не хватало на зарплату? На зарплату хватало, сложность была в том, чтобы эту зарплату, скажем так, сопоставить с производимыми ресурсами, с производимым количеством отработанного, ну и так далее. То есть, ну, всякие такие механизмы, которые нужно было налаживать и состыковывать. Количество продано на процент, на количество произведенного, количество произведенного на размер оклада, ну и так далее, и так далее. И вам пришлось все это рассчитывать самостоятельно? Рассчитывала, да, постепенно вырабатывалась какая-то схема, вырабатывался управленческий подход. Потом я, когда начинала, ну, я только закончив институт, и уверенности управленца, конечно, не было и ниоткуда было взяться, потому как, скажем так, я привыкла руководствоваться не только амбициями, но и все же какими-то объективными заслугами своими. И, наверное... И на них опираться. Ну да, и, возможно, что люди, которых вы нанимали на работу, были старше вас. Да, вдвое. И приходилось управлять взрослыми людьми, которые, наверное, тоже как-то сопротивлялись. Сопротивлялись, да. Это было тогда, это было сложно, непривычно, и я, конечно, не понимала сразу, что нужно делать, как нужно делать, как себя позиционировать. Не было той уверенности, которая повела бы людей за собой. А когда она возникла? Благодаря чему? Степ-бай-степ возникла. Я, скажем так, работала над собой ежедневно, я работала над своими управленческими качествами. Тогда я стала осознавать, насколько это важно, а не только, скажем так, творческая составляющая, какая-то предпринимательская. Работала над своими ошибками в прямом смысле этого слова. Потом, когда поняла, что это дало результат, и уже начала появляться та уверенность, которая дала некие предпосылки к становлению уже более твердому на ногах. А как вы пошли к клиенту? Как вы, собственно, себя начали продвигать? Каким образом вообще возникло такое большое, немалое такое количество в итоге заказов? Кто были первые люди, которые покупали эти суммы? Возникло, сейчас скажу, кто первый. Возникло, конечно, потому что и продукция сама за себя говорит. У нас более 70% клиентов возвращаются повторно за покупками, и около 30% клиентов ежемесячно приходят по рекомендации от друзей. Вот. Остальные совершают первые покупки и ищут нас по другим каналам. С чего начиналось? Когда я начинала шить изделия сама, тогда не было соцсетей, не было каких-то вот таких, как сейчас, ресурсов. Был один ресурс, как блог, это LiveJournal. Вот. Но он был очень активный. Публика на нем была такая мыслящая, стремящаяся тоже к каким-то таким оригинальным вещам. В общем, можно было найти единомышленников. Там мы размещали, сделали свой первый блог. Вот. И размещали фотографии в сообщество, в сообщество по интересам. Люди звонили, покупали. Вот. Скажу также, что тогда аудитория была менее взыскательна. Вот. То есть и качество, понятно, сумки, которые пошиты на дому непрофессионалом. И расписано мной же непрофессиональным художником, отличалось разительно от того, что мы делаем сейчас на производстве, над которым работают лучшие специалисты. Ну вот. Но покупали, покупали с удовольствием, потому что даже вот тогда, там, пять лет назад, когда, собственно, это всё начинало в одиночку это дело, тогда предложения не было, наверное, конкурентного вообще. Ну да. И это было в новинку для людей. Люди готовы были легче тратить деньги, и публика была менее взыскательна. Вот так. Но вы помните первую проданную сумку? Первую проданную помню. Я нашила тогда сумок, два клетчатых мешка, и с ними поступил, значит, да, вывесили. Мы, значит, с моим другом всё это в интернете, в джорнале начали, закинув удочки, начали ждать, когда же звонок. Вот. И вот нам звонят, нам поступает заказ. Пишет девушка, что хочет приобрести сумку. А как её продать? Не было ни помещения, ничего. Ну, взяли эти клетчатые сумки и отправились к ней домой. Она себе выбрала и купила сумку, я как сейчас помню, за 14 с половиной тысяч рублей. Круто. Вот, да. Купила одну, потом вторую, и стала, кстати, вот первая клиентка стала нашей постоянной клиенткой. У меня ещё тогда другой бренд был, надо признаться. Ну, а сейчас как к вам приходят клиенты, которые, ну, я так понимаю, что к вам уже приходят люди, у которых всё есть, и Шанели, и Эрмесы, и Хлой, и всевозможные там и прочие дорогие аксессуарные бренды, и они приходят уже, ну, как присытившись этим всем, за чем-то, чего ни у кого другого больше нет. Есть и такие клиенты, их большой процент, но я бы сказала, что черта, объединяющая всех наших клиентов, это стремление к индивидуальности и, скажем так, выразить себя, подчеркнуть свой вкус и подчеркнуть, наверное, лучшее, что в тебе есть, я бы сказала, может быть, какие-то тёплые чувства по отношению к другому человеку и так далее. Потому что благодаря нашим изделиям люди выражают свои эмоции по отношению к друг другу, дарят подарки с индивидуальным рисунком, да, то есть это же нужно уделить время, это же не просто пришёл, купил, ушёл. То есть очень трогательные происходят истории, когда мужчины приходят и рассказывают о том, какие увлечения у их любимых, чем они занимаются, чем увлекаются, какие картины любят и что вообще носят, и просят что-то создать эдакое. И мы делаем, они участвуют в разработке эскизов, смотрят, переживают, выбирают фурнитуру, ну это же проявление настоящей заботы. Правда, что была сумка, которую поэт подарил девушке, расписав своими собственными стихами? Правда, был такой заказ, этот поэт является нашим постоянным клиентом, он дарил своей возлюбленной не только эту сумку, но и много других, о которых я не могу, к сожалению, в эфире сейчас рассказать. Это же так, очень личная сумка. Личная, да, нам как врачам доверяют практически. Слушайте, ну да, расскажи, подождите, а вот материал, из которого вы шьёте, это кожа, это что, это корова, или это питон, или это крокодил, или всё что угодно? А кто под руку попадётся, из всех шьём. То есть если кто-то захочет там вот эту уникальную сумку из кожи, какой-нибудь экзотической ящерицы, он тоже может её получить? Ну, конечно же. С поставкой материалов в Москве нет никаких проблем. А где вы добываете их? Ну, добывать не приходится, к нам сами все уже приходят. Вообще, по поставке стандартной кожи, это КРС, крупно-рогатый скот, это телята. Нам поставляют заводы, российские, итальянские, кожу экзотическую, про которую вы спрашиваете, она идёт из Таиланда, из Камбоджи, из всяких таких стран. Но здесь есть дистрибьюторы, которые снабжают беспроблемно любыми видами кожи, меха, с материалами проблем нет. А фурнитура? Фурнитура, да, фурнитура итальянская, отливают для нас тоже на заводах. Вообще, круто, мне очень нравится. Антыковач с нами в доле, вернёмся. С нами дизайнер, идейный вдохновитель и создатель компании Антыковач, создающей эксклюзивные сумки Анна Серёгина. Можете заглянуть на сайт антыковач.ру, ковач.си на конце, и посмотреть, какие действительно удивительные изделия делаются в этой компании. И, в общем-то, как я поняла, вы хотите уйти вообще в сегмент полного лакшери и индивидуализма. Хотим диверсифицировать. Да, всё дальше и дальше. Разложить яблоки по разным корзинам. А как можно тогда деньги-то нормальные зарабатывать? Ну, я просто... Сейчас вы делаете коллекции, да, и всё-таки это какое-то вложение, и как-то это окупается. Но если у тебя на одну сумку будет уходить там огромное количество времени, огромное количество денег просто даже на то, чтобы собрать все её составляющие, комплектующие, то каков будет бизнес, вообще успех, да, выход здесь? Вы сейчас говорите о том, что мы о наших планах выдвинуть сегмент лакшери и эксклюзивные изделия с эксклюзивной, там, фурнитурой, ручной работы и другого совершенно сегмента. Ну, например, да. Есть такие планы, но стандартные коллекции никуда не денутся. Это будет просто как расширение производства, некая отдельная ветвь, вот, просто как они будут себя купать, ну, естественно, это будет совершенно иной ценовой порядок. То есть это действительно изделие как ювелирное изделие, как высшей, скажем так, степени труда, проработки, изящества, искусства, произведения в виде сумки. А будут, как вы думаете, клиенты вообще на такую сумку? Ну, вот, вы знаете людей, которые будут готовы, там, за те же деньги, что, например, стоят эксклюзивные сумки ЕРМЭ, купить сумку Антыковыч? Ну, лично я не знала ни одного человека, который готов был сумки в виде мечей купить, поскольку я их не продавала своим друзьям, но такие люди были, и поэтому, конечно, грамотно выстроенная политика, хорошее предложение, это же не просто дерзкое заявление, что сумка будет стоить полмиллиона, ни на чем не основанное. Эта сумка будет стоить своих денег, и я это могу гарантировать. А как сейчас вы общаетесь с клиентом, я все равно не вижу особо, вы не публикуетесь в модных глянцевых журналах со своими рекламными, как это называется, не макетами, короче, у вас нет этих страничек в ВОГах и ЭЛях, и особо я вас не вижу в социальных сетях, хотя я там сижу достаточно плотно, по-прежнему в сарафанной радио? Сарафанная радио, и с этого года уже есть возможность выделить некий рекламный бюджет, просто ответ на этот вопрос, отсутствие, скажем так, эта реклама мотивирована тем, что на нее не было бюджета, скажем так, фирма не привлекала инвестиции, никогда не занимала кредитов и не имела возможности купить разворот ВОГа за 3 миллиона рублей. Ну а смысл в этом есть для фирмы? Ну, по его, и, конечно же, нет, на мое усмотрение, не было на тот момент, потому что компания, поскольку развивалась совершенно естественным путем здорового роста, без, как я сказала, да, сторонних вложений, естественно, все было пропорционально. Качество, объемы, спрос. Оно росло постепенно, когда появились некие, скажем так, резервы для качественного скачка, тогда уже можно говорить о рекламе. Но реклама, скажем так, выводящая на новый уровень расширения продаж, позиционирования маркетинга и прочего, должна быть, конечно же, подкреплена производственными возможностями. Но у вас ведь сейчас, как я понимаю, если вы делаете до 150 сумок в месяц, производственные возможности достаточно широкие. А как вы вообще нашли это предприятие, на которое вы все теперь делаете? И сколько человек у вас в команде? Нашла, я его создала с нуля. А, да вы что, вы прям построили цех? Нет, цех не построен, это было помещение, которое я очень долго, кстати, искала, потому что в Москве с этим оказалась очень большая проблема. Никто не хотел брать производственное помещение, скажем так, под аренду сдавать. Все пугались арендодателя, там, наличие какого-то шума от нас, пыли, хождение. Загадите все. Загаживание, да, с каких-то запахов там химических, ну и так далее. То есть, конечно, лучше сдать под офис. Да и мы не по законодательству не имеем права в офисных помещениях находиться. Поэтому, а за пределами Москвы находиться тоже для нас было невозможно, и невозможно до сих пор, и нецелесообразно, поскольку производство требует быстрой реакции. Как бы наше производство требует быстрой реакции и нахождение непосредственно в Москве. Ну, на то есть свои причины, если, как бы, интересно, я чуть позже расскажу. Вот. А в чем был вопрос? Вопрос был в том, как вы тогда, как вы строили этот цех, и сколько человек у вас в команде сейчас? Как строила цех? Искала помещение очень долго, искала уже, наверное, больше полугода искала. То есть, разные варианты. Мне, конечно, нужен был надежный вариант, потому что это производство. Нужна была надежная аренда, проверенная арендодателя. Охрана, да. Ну, это охрана уже самостоятельная, это самое, скажем так, меньшее. Вот. Но проверенные арендодатели, надежная аренда, помещение пригодное по въездам, по планировке, пригодное для расположения и шоурума, и производства. То есть, клиент приходит туда же? Клиент приходит в шоурум, да, который базируется на той же площадке, что и производство. Разделить их мы не можем, в силу, скажем так, особых соображений маркетинговых, ну, и стратегических, и прочих. Вот. Не можем пока что разделить, не делим. Как делась? Бетонная коробка, цокольного этажа, площадью 250 метров. Я там сделала ремонт, за два месяца уложилась и переместила туда производство. Еще, правда, больше ушло времени на изготовление шоурума по авторскому дизайну. Там вся мебель, весь дизайн, все до последних винтиков, все это уникально и является нашим фирменным стилем. Но я тогда вообще не представляю себе, как вы, не влезая в кредит, все это смогли себе позволить. И ведь вы еще, наверняка, закупали оборудование дополнительное для этого цеха. Да, конечно. Я умею экономить на второстепенных вещах. А, понятно. Почку можно продать, в конце концов, всегда. Ну, то есть вы к этому времени уже, в общем, настолько неплохо как-то стали окупаться, да, что смогли себе позволить такую грандиозную перестройку дела? Я не могу сказать, что оборудование для нашего производства очень дорогостоящее. Все эти машинки, они укладываются в какие-то понятные цифры. Речь не идет о миллионах, вот, скажем так, на каждую единицу техники, я имею в виду. Вот. Тут смысл, скажем так, производства на конкретном этапе больше в его... в его... в работе над ним, нежели в производственных ресурсах технических. А вот скажите, да, все-таки, почему так важно, ну, оставаться в городе, да еще и, желательно, в пределах Садового кольца? Это ведь и по аренде, наверное, как-то было бы дешевле уехать в какую-нибудь промзону. По аренде мне просто, скажем так, сложилась такая ситуация, что я взяла на себя труд решать многие сложные проблемные вопросы с этим помещением, начиная со всех сложностей ремонта. Если кто-то сталкивался с ремонтом, тот знает, как делать из бетонной коробки, пригодная для пользования помещение. Вот. Взамен на эту готовность решать такие вопросы и проблемы мне удалось договориться с арендодателем о, скажем так, каникулах неких. То есть это не было никогда чистым убытком. Меня выручает действительно умение оптимизировать, скажем так, затраты. Да, но почему вам понадобилось быть именно в сердце Москвы? Почему это так важно? Вы говорите, что важна оперативность. В чем оперативность? В том числе в нашей нацеленности, в нашей клиентоориентированности, потому что разделить, чтобы содержать, во-первых, это дешевле, я так скажу, содержать общее помещение, чем разделять магазин от производства. Во-вторых, поскольку на тот момент у меня не было заместителей и доверенных лиц, которые могли бы отдельно контролировать производство, которое я могу отпустить, или отдельно контролировать магазин, который я могу отпустить, я не могла это разделить от своего контроля. А контроль нужен был на долгом этапе постоянный. Контроль, когда все это выстраивалось. Это второе. И третье, мы клиентоориентированная компания. Если клиент говорит, что он хочет приехать сейчас, или он просит, я не знаю, сейчас ему сделать памятную надпись на сумке, потому что он уезжает навсегда в Камбоджию, так сказать, то мы это делаем. Расскажите, пожалуйста, я еще спрашивала, сколько народу работает в компании? Сейчас в компании работает на постоянной основе 10 человек и на фрилансе 25 человек. На фрилансе художники? Художники, это фотографы, это айтишники, это специалисты по раскрутке, СММ-специалисты, бухгалтеры, ну, то есть такие. Расскажите про коллекцию с Тимофеем Баженовым. Очень интересно, кто кого вдохновил на создание таких изделий, посвященных, я понимаю, путешествиям? Мне всегда нравился Тимофей Баженов как медийный персонаж и то дело, которым он занимается. Я смотрела его передачу. Он является олицетворением определенного типажа, скажем так, почитателей нашего творчества. Это людей путешествующих, людей разносторонне развитых, людей свободных от неких, скажем так, стереотипов, в том числе стереотипов моды и некой свободы от конформизма. Вот. Поэтому мне стало очевидным сразу, что наши, скажем так, видения и ценности совпадают, да, из чего может получиться очень интересная, скажем так, интересный продукт. А он участвовал в дизайне или так просто, ну, поработал лицом? Нет, Тимофей отдает возможность профессионалам всегда вершить, скажем так, свою деятельность. Он согласился сняться для нашей компании. В рекламной компании, да? В рекламной компании, да. И мне кажется, что это очень хорошая совместная работа. Вы говорите о том, что вы научились держать руку на пульсе во всех отраслях своего дела. Вы научились оптимизировать расходы и экономить. У вас вообще сейчас уже появилась возможность себя баловать, неплохо стали зарабатывать. Вы можете расслабиться, там, не знаю, потратить какие-то деньги на себя, в конце концов. Нет, ну я же не говорила, что я на себе экономлю. Я говорила, что я умею оптимизировать... Я переживаю? Ну что вы тут? Я говорила, что я умею оптимизировать расход, что называется. То есть на примере проиллюстрировав, что за возможность вложения моих трудовых, временных, там, эмоциональных и моральных ресурсов, я избавилась от необходимости переплачивать за аренду. То есть вот таким способом я их оптимизирую. Не то, что я себя отказываю в чем-то святом, ну что ли. Но, тем не менее, в коллекции Анны Серегиной всего три сумки Анты Ковач, а все остальное расходится по любимым клиентам. Спасибо огромное. С нами сегодня в гостях была компания, создающая эксклюзивные кожаные изделия Анты Ковач. Продолжение следует...